МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему-то не спешили к месту взрыва. И вскоре выяснилось, почему. Российским военным было известно о будущем ударе по Росгвардии в центре Херсона, по казармам Росгвардии. Они эвакуировали своих людей, которые занимались раздачей гуманитарки из штаба «Единая Россия» за 150 метров от эпицентра взрыва, уже второго взрыва. То есть им было известно, что будет повторный удар. То есть своих же боевых товарищей военные отправили на верную смерть. Причиной послужили предыдущие конфликты ведомств, когда ФСБ пыталась бороться со ставленниками ВСРФ на временно оккупированной территории. Группировка «Шойгу» таким образом отомстила группировке ФСБ за предыдущий обыск их людей в Херсонской областной военно-гражданской администрации. Дело в том, что последнее время лучше всего управлять ситуацией в Херсоне удавалось местным коллаборантам, а их назначали именно военные. Когда же Владимира Сальда спецслужбы отравили, контроль в Херсоне существенно ослаб, и группировки «Шойгу» и «Патрушева» вновь начали отчаянно бороться за власть. Спецслужбы получают что-то, какой-то кусок, то есть они руководят процессами, они там занимаются, возможно, сейчас воровством и продажей украинского зерна, украинской сельскохозяйственной продукции и так далее, другими способами. А военные в это время должны воевать и помимо этого нести потери, так еще и находиться в состоянии деморализированном, поскольку у них же уменьшаются их неиспособности для продолжения ведения боевых действий. К слову, возможности уменьшаются и по общему контролю за регионом. Несмотря на скопление войск на херсонском направлении, ВСУ все равно там контратакуют. А еще несколько месяцев назад какие были планы? И референдум провести, и учителей для промывки мозгов украинским детям организовать, и перевести бизнес на оплату рублями. Сейчас я так понял, что эти планы сняты с повестки дня, поскольку украинские силы продолжают наносить удары. Мы видим, что украинские партизаны тоже работают. И все эти процессы, которые есть, когда грызутся, как пауки в банке между собой, представители силовых ведомств, в Херсоне об этом свидетельствуют. Поэтому там вообще непонятно сейчас, кто чем руководит и за что отвечает. В итоге российская власть в очередной раз демонстрирует, что не отличается ни умом, ни сообразительностью. В городе, который уже фактически потерян для захватчиков, силовики устраивают войны на право поставить своего гаурляйтера, чтобы успеть разграбить оккупированный регион, пока их не выбили. Ну что же, нам это только на руку. Тем более, любой режим, поставленный оккупантами в Херсоне, долго там наверняка не продержится.